Каждый нейрон связан с другими специальными связями, которые называются синапс. И синапс в нашем мозге примерно несколько триллионов. И чтобы наблюдать за такой сложной системой, нужны специальные сверхчувствительные датчики. Путешествие в микровселенную, квантовые вычисления, медицины будущего, тема урока цифры. Биология, медицина и квантовые вычисления здесь сливаются в одно. Так наука может помочь человечеству на генном уровне. Поиск лекарств, датчики для отслеживания организма, повышения эффективности работы мозга. Все это новые задачи в современной науке. Ими заниматься будут специалисты только появляющихся в профессии. О них сегодня и рассказали ученикам школ, которые в скором времени должны выбрать свой путь. На техническом учрении нужно присутствовать, конечно же, в этом способе. Но дальше все равно поделось бы то, почему больше лежит душа. Ребята смогли освоить и виртуальные тренажеры. Задания на логику и знания. Это своеобразная проверка на то, как ребята усвоили материал. Тесты, созданные в игровой форме, но совсем нелегкие для обывателя. Лабиринт. Что здесь нужно делать? Проходить в лабиринт. Это легко, сложно? Ну, я ошибся. Теперь легко. Еще одна составляющая урока – квиз. На вопросы викторины каждый отвечал на своем мобильном устройстве. Важна не только правильность, но и быстрота. Герман Пулькин – ученик школы номер 15 города Владимира. Сейчас заканчивает 11 класс. В приоритете у Германа информатика, IT-технологии, которые как раз участвуют в плантовой биомеханике. Основной теме – урока цифры. Именно поэтому для старшеклассника такое занятие было не просто полезно, а даже необходимо для дальнейшей деятельности. Очень интересное мероприятие. Немного таких реально познавательных, инновационных информации поступает для нынешних школьников. Очень было интересно и участвовать, и организовано все на высоком уровне. Поучаствовать в познавательном мероприятии смогли около 30 ребят. По итогу каждый получил памятные сувениры, а тройка лучших – подарки. Разработчиком урока является госкорпорация «Росатом». Ее специалисты и провели его для ребят. По их словам, квантовые технологии – одно из самых перспективных направлений развития. За последние, по-моему, 8 лет, если я немного не права, я меня поправлю, специалисты получили три нобелевских премия именно по решению в области квантовой физики. Уроки цифры в формате офлайн в нашем регионе проходят каждый месяц. Мором, Ковров, Владимир – только часть городов, которые уже успели охватить. Организует познавательные мероприятия региональное министерство цифрового развития в рамках Всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики. Главная задача – подготовка высококлассных специалистов для предприятий и компаний. У нас во Владимирской области есть много места для применения этих компетенций. Это и IT-компании с достаточно высокими зарплатами, и заводы, промышленный кластер, стекольный кластер Владимирской области. Здесь также востребованы специалисты. У этих специалистов есть все условия. Высокооплачиваемая работа. Поэтому я уверен, что те ребята умные, которые сегодня с нами выступали и участвовали в нашем тренинге, они выучатся в лучших вузах России, вернутся к нам и будут делать вместе с нами нашу Владимирскую область лучше, технологичнее и удобнее, как место для жизни. Оффлайн-уроки на территории региона будут проводить и дальше. Кроме того, увидеть их можно и онлайн. Видеоуроки периодически обновляются и выходят на официальном сайте Росатома. Для всех желающих они бесплатные. Все для того, чтобы молодежь интересовалась наукой и в дальнейшем развивала ее на территории нашей страны. Лада Кучетова, Алексей Кандалов, Телеканал, Вариант.